Всем привет! Я уже вернулась из Санкт-Петербурга, сейчас отгуляю у себя дома и решила сделать вступление для своего влога. Кстати, впервые записываю влог, буду публиковать влог, буду рада вашим комментариям, заходит такой формат или нет. О чем расскажу в этом влоге? О своих эмоциях, о своем впечатлении от Питера. Коротко, какие выводы там сделала? О питерской чистоте, о питерских людях, почему в Питере любят кошек, самые яркие эмоциональные впечатления от экскурсии, кое-какие фотографии. О своих друзьях, с кем я встречалась в Санкт-Петербурге, о художнице Али Максимовой. Расскажу о том, где я жила, ну примерно покажу, где я жила, какой там пейзаж. Ну и в конце расскажу немножко о том, что такое овердрафт, я попала в ситуацию в Новосибирске. И расскажу, как себя обезопасить от этой ситуации. Ну а коротко, как обезопасить, это просто-попросту нужно регистрироваться онлайн заранее, как только возможна будет эта регистрация для путешественников на самолете. Смотрим. Сегодня у меня будет вот такое необычное видео в формате влога. Я хочу рассказать немножко о своей поездке в Санкт-Петербург. Вот сегодня буквально выбрала несколько минут, чтобы поговорить с вами. Знаете, как приехала сюда, скажем так, к своей сестре, она здесь временно живет, и со старшим, с младшим сыном. Рассказывала уже, что сшила для этого спортивные костюмы с футером, и в них здесь гуляли очень много. Сегодня мы пошли погулять по этому парку, вот здесь очень красиво. Вот такая прям красота неописуемая какая-то, вот за душу трогает. Погода хорошая, но, конечно, это уже осень, глубокая осень, очень красиво. Вот здесь не видно этих кленов золотистых, они с другой стороны, аллея кленовая осталась. Ну, в общем, я к чему-то веду, что такие вот, такая красота визуальная, вот здесь вот природы. Сейчас еще хочу поделиться своим впечатлением про костюм. Про костюм сейчас будет такая вкладочка. Про свой костюм не буду особо рассказывать, потому что что про него рассказывать? В нем здесь гоняют, ткань себя ведет прекрасно, фасон мне все устраивает. Очень ловко получилось, что он с капюшоном, то есть вот по всяким там метро можно вот так надеть капюшон, и не задувает, даже затянуть можно веревочку, если горло задувает. И мы во всем этом гуляем, конечно, иногда даже я там на воде одевала шапку, чтобы не было так холодно. Сшила костюм сыну, и сейчас вот я даже записала где-то отдельный фрагмент, пока мы были на экскурсии в Царском селе, покажу во фрагменте, как он выглядит, ну вот просто подробнее. Я хочу сейчас показать костюм, который я сшила сыну для поездки в Санкт-Петербург. Вот мы сейчас в Царском селе, есть несколько минут на свободную прогулку, вот я решила записать это видео. Костюм, ну как видите, из футера трех нитки, красивого цвета, да. Что интересно, ну повернись кругом, ничего особенного, спущенное плечо, достаточно объемный, оверсайз. Внизу на штанах манжеты, покажи, Серега, манжеты, вот они, манжеты из каш-карсе, карманы, на животе карман, вот на куртке, на свитшоте, на худи карман, в брюках тоже карманы, покажи, в брюках карман такой, обыкновенный, ну Серега, нет, ну маленько так, приподними костюм, чтобы было видно, какой карман. Ага, вот он кармашек, в шве. Ну что еще показать? На животе карман на кенгуру показали. Кстати, у меня на канале есть полный, ну как бы, мастер-класс, как шить такой карман кенгуру. Вот такой капюшон классный, со стойкой впереди, да, если затянуть вот веревку, то не продувает горло. Ну костюм, конечно же, оверсайз такой, ну вот такой костюм. В костюме очень оказалось комфортно и удобно ходить на всевозможные экскурсии, потому что трехниткой не продувает, такое ощущение, что он даже и не промокает, потому что мы ходили под дождем, даже без зонта, просто накидыв капюшоны, но дождь здесь какой-то нам попал моросящий. Я сама, потому что в таком же костюме, и это было очень комфортно, очень приятно, как бы ветер, кажется, не продувает. Но тут погода, надо сказать, 7-10 градусов, то есть вот в такую погоду мы гуляем в спортивных костюмах. Надеваем еще иногда спортивные синтепоновые жилеты, ну и да, еще шапки и иногда снуды. Вот такую красоту мы сегодня лицезрели. Ну, знаете, самое такое главное впечатление, наверное, я в Питере первый раз, впервые вообще, и сравнивала, конечно же, со столицей, с Москвой. В Москве я была очень много раз, как-то так сложилась вот моя судьба. В Москву ездила по разным таким нуждам, рабочим, учебным, и просто погулять с семьей, скажем так, в Москву. А вот в Питер ни разу не сложилось. И я, конечно, ехала сюда, в Питер, с такой мыслью, как это все устроено. Ну, в общем, ожидала увидеть город столичный. И у меня такое вот первое впечатление о людях, люди здесь в целом, ну, я не знаю, как это сформулировать, добрее, что ли, мягче, менее контрастный, чем в Москве, скажем, даже менее, чем у нас в Красноярске. Ну, что я имею в виду? Ну, знаете, вот как вот заходишь в метро, например, а в метро обычные люди. Нет таких вот особо, ну, скажем так, фриков нет. Нет каких-то вызывающих особ. И даже вот прогулки по, ну, похождения все по самому Питеру. Ну, тоже люди поющие, скажем, музыканты на улице. Это обычные музыканты. Ну, как сказать, у меня не было такого ощущения, что, а, что-то такое вот из ряда вон выходящее. Хотя в Москве вот люди всевозможные встречались. Люди здесь более такие равномерные, что ли, вот такое слово. Что еще, как бы впечатление какое? Конечно, Питер – это история России. Вот в Москве, ну, как бы Москву, видите, говорю уже давно, как много раз там была, много впечатлений. Ну, от Питера была тоже поражена вот тем, что идешь по улочкам, надписи на улицах, не знаю, улицы все эти, маховая, соляная, там, какие-то поварская, лиговская. Все это в песнях, в каких-то исторических книгах, все это встречается. Это тоже трогает. Хочется приехать теперь домой, покопаться в книгах, в интернете, поизучать, как это все устроено. Мы были, вот сразу расскажу, где мы были. Мы были на экскурсии в царском селе. Мы посетили три собора – Казанский собор, Исаакиевский собор и Спас на Крови. Мы съездили в Петропавловскую крепость, погуляли по острову, посмотрели панорамную вот эту картину Санкт-Петербурга. И я потратила день, ну, даже, наверное, полтора дня мы с сыном ходили по центральным улочкам. Ну, и, скажем, от Невского проспекта к Неве шли туда, до станции Маяковской, до станции, по-моему, Чернышевская станция, да, туда, мы шли по навигаторам, у нас там были какие-то цели у сына посетить магазинчик, какой-то гриб-тип, по-моему, если я не путаю. Ну, в общем, не в этом суть, я к тому, что мы погуляли, вот я посмотрела архитектуру, именно живую Питера, как это все устроено. Я под впечатлением, мы заходили, проходили сквозные какие-то, у нас были маршруты. Мы шли по навигатору, Яндекс-навигатору, по телефону, в смартфоне. И, скажем так, изнутри эти дворики удалось посмотреть, впечатление, конечно. Ну, и не знаю, как сказать, ретро-архитектура такая, когда видела в фильмах, ну, в фильмах это одно, как бы теоретически я так представляла, как это все устроено, но сейчас посмотрела, впечатлилась. Ну, еще раз повторю, что второй пункт, который вот меня тоже тронул, тот тронул в Питере, это архитектура, история. То есть, что история России здесь, она вот на глазах, скажем. Что еще хочу сказать? Впечатлили цены? Ну, вот, конечно же, меня сейчас уже спрашивают, как там цены. Цены, скажу, меньше, чем в Красноярске. То есть, и даже прям существенно бы я сказала, меньше. На еду, на одежду, на какие-то бытовые товары. То есть, все, что везде, где я сталкивалась с ценником, ну, скажем, меньше. Единственное, что достаточно высокие цены в театры. У нас театры стоят дешевле, прям на порядок дешевле. Ну, вероятно, потому что и статус театров меньше, ниже, скажем. Здесь цены в театры очень высокие. Ну, скажем, мы приценивали, мы сходили в театр, по-моему, полторы тысячи стоил один билет, и на ребенка, по-моему, 1800-1500, вот как-то вот так. Не помню, что-то я уже так запамятовала. Приценивались в Мариинский театр, но мы как-то не успели, билеты быстро кончились на наше время пребывания здесь. Ну, ценник тоже был порядка четырех, там, с лишним тысяч в портере. Ну, вот такие вот дела. На экскурсиях цены реальные, я бы сказала, и везде есть скидки на детей, что тоже приятно. Вот я с ребенком ходила с сыном. Ну, то есть ценник вот так. Я, как шьющая душа, случайно не увидела нигде ни одного магазина ткани, специально не поехала. Искать не стала, думаю, ну, вот не травить душу, чтобы чего-нибудь не купить. Не попалась мне. Ну, под впечатлением впечатлилось, например, тем, что увидела, например, ну, как вот со стороны, с позиции шьющего человека, увидела такие рекламные витрины. У нас, скажем, в городе вообще ни одной такой не было витрины. Это куклы трепишные, крупные, сшитые и рекламируют. Ну, вот разные. Где-то встретилась чайная, где-то встретилась, по-моему, в книжном каком-то одном магазине, в витрине, сшитые куклы. Ну, вот тоже так интересно. Думаю, ничего себе, вот заморачиваются же люди. Ну, не сфотографировала, не успела как-то. И сейчас вот хочу прям добавить, прям разглядывала, когда была на экскурсии в Царском селе, кстати, прошитое платье императрицы. Ну, вот сейчас ставлю кусочек. Может, кто не видел. Питерцам, конечно, это бы все неудивительно, а тем, кто не был в Питере, может быть, просто покажется любопытным вот вживую, как это выглядит платье. И еще что хочется сказать, что мне Питер очень понравился в плане того, что для туристов все очень понятно, очень безопасно. Безопасно, очень комфортно, вот чисто для жизни, скажем, ну, это прям прекрасное вот место быть туристами здесь. Везде указатели, везде удобно ходить, везде удобно ездить. Очень доброжелательные все службы, с которыми нам приходилось сталкиваться. Вот просто, не знаю, вот хочется так прям огромное спасибо сказать. И питерцы, гордитесь своим городом. Ну, это вот мне понравилось. Я не так уж много где была, но и не слишком мало была. И мне есть чем сравнивать. Питер доброжелательный к гостям город. Вот я бы это отметила. И питерцы, я сталкивалась с коренными питерцами, ну, интеллигентнейшие люди. С двумя бабушками просто прям так совпало, что я разговаривала со такими вот, ну, со старенькими. Ну, такие милые, милые женщины. И нету вот этой заносчивости. Кстати, еще один пункт, который меня тоже так порадовал. Ну, где-то, как сказать, порадовал или впечатление тоже, что в Москве, например, приезжаешь в Москву, там все очень отличаются, отличается речь москвичей. И даже немножко побыв в Москве, хочется тоже так, октя, разговаривать, ну, вот на самом-то деле. Вот такой говор какой-то в Питере, как я не прислушивалась, уникального говора не услышала. А разговаривают в Питере, как обычные люди, как, ну, как вот мы у себя разговариваем в Красноярске обычным языком, без особенностей диалекта какого-то. Смотри, ходят, чистят, пылесосят вон, специальные машины, кресла. Мы сейчас в маленьком таком острове, называется Новая Голландия, территория бывшей тюрьмы. Вот это вот за дорожкой, там канал прям, и он вокруг. Здесь очень уютный такой парк, уже вот осенний, красивый. Прикольные табуреточки по центру, стульчики, можно их раздвигать, усаживаться. Особенно классно здесь летом было, как говорят. Маленькая вот там сцена, такой типичный вариант отдыха. Сейчас спускаемся к прудику. Красивый клен. Ландшафтный дизайн, смотрим, как устроено вот здесь все. Под кучками такими растения, в целом очень красиво смотрится. Еще что хочу сказать. Сейчас, наверное, кошечку вставлю сюда, картинку. Вот мы сейчас гуляем по парку, и даже в парке встречаются кошки. Я уже молчу, что... Ну, конечно, в парке будут собачники со своими собаками, но и кошки, кошки, кошки везде. И я, конечно, в книжке читала перед этим, какое значение имеют кошки для Питера, и почему питерцы любят кошек. Но когда я приехала сюда, да, я понимаю, картинки. Везде продают эти платки с кошками, всевозможные сувениры с кошками. Это и есть. Но когда я увидела просто кошек везде, вот в доме, в котором мы жили, во дворе, я видела, наверное, штук шесть или семь кошек. Мы наблюдали за одной кошкой. Мы приехали в музей блокады Ленинграда, и так совпало, что мы не обратили внимания, что последняя среда месяца выходной день, и мы, оказывается, зря приехали к закрытым дверям. Ну, мы посидели, сели на скамейку, решали, куда мы идем дальше, и к нам подошла черная-черная кошка. Я ее, правда, не сфотовала, у меня она так вот, ну-ка сказать, тронула душу тоже. Черная кошка, важная, с ошейничком. На нем было написано, меня зовут Черника, и телефон, позвоните хозяевам. Мы подумали с сыном, звонить, не звонить хозяевам. Но не стали, решили понаблюдать. И потом увидели, что эта кошка подошла к дверям. Вот это здание было музея, она перед музеем посела, первый вышедший человек оттуда, приоткрыл дверь, запустил ее. Ну, то есть, я для себя такой вывод сделал, что человек, когда открывал дверь, он посмотрел, есть ли кошка. Увидел кошку и запустил туда кошку, внутрь дома. То есть, это так отлаженный процесс, то есть, такое уважительное отношение к кошкам. На всякий случай проговорю, вдруг кто не знает эту историю с кошками, что во времена блокады, в период блокады Ленинграда, жители поели, в том числе и кошек, и началась просто катастрофа, потому что крысы, крысы стали бедствием. И всевозможными путями стали снова кошек завозить в город. И когда восстановление Ленинграда шло, то кошки были просто спасателями, потому что крысы уничтожали, в том числе, и запасы продуктов. Поэтому кошки просто помогли выжить людям. И с тех пор, хотя прошло уже, посмотрите, сколько лет, с тех пор в памяти людей осталось такое трепетное отношение к этим кошкам, к их пра-пра-пра-пра-пра-матерям и отцам. Ну, вот такие дела. Маленькая картиночка, зарисовка из Питера. Магазин одежды свободных женщин. Меня восхитило просто название. И когда подошла поближе, вот что увидела в витрине, ну, то есть у меня ассоциация со свободными женщинами немножко другая. А здесь, походу, что одежда для полных женщин. Ну, вот такие вот приятности из Питера. Так что, девочки, шьем для себя одежду свободную и считаем себя свободными женщинами. Это прекрасно. река Фонтанка, набережная, перекресток четырех коней. Для блога в Петропавловской крепости, в тюрьме, в тюрьме, конечно же, мне было интересно посмотреть, как сшита одежда. Это, вот видите, крой рукава какой, из прямоугольников по типу, вот таких русских рубах, свободный крой. И, надо сказать, я бы сказала, качественно сшита. Посмотрите, как шевчик к шевчику. Шерстяная такая штука, накидка тепленькая. Тоже посмотрите, как аккуратно, все ровненько прошито. Говоритник, стойка. А это с глянными рукавами, ну, для узников, конечно. В плане пошива даже видно, что это ручная работа. Видите, вот рукав, воротник пришит с изнанки. Знаете, где я сегодня нахожусь? Сегодня в гостях у своей близкой-близкой, хорошей, знакомой, даже подруги Аллы Максимовой. Вот сейчас показываю первую ее работу, которая, ну, или вернее, одну из работ. Первая, наверное, такая графическая. Да, да, да. То есть, вот думаю, как это выразить, графическая работа. Видите, на графическом планшете вот такой получился результат. Сейчас одним кусочком покажу, что вот это был эскиз, и вот в итоге такая работа. А сейчас покажу еще работы маслом. Сегодня я хочу рассказать о том, как я съездила в гости к своей подруге Аллы Максимова, художница из Красноярска. Она недавно переехала в Питер, решила дальше здесь свое развивать творчество. И вот работы уже, этюды, которые были написаны в Питере. Сейчас вот про работу уже расскажет Алла, надеюсь, еще раз. Это вот просто такие сюжеты. Алла, ну давай... Про какой ты хочешь, чтобы я брала? Про бутылки. Про бутылки. Про бутылки. Да, да. Мне на самом деле безумно понравилось. Эта работа, она такая... Музыканты зовут Фёдора, если я не ошибаюсь. Вот, это местная такая звезда, и он играет на бутылках. Это очень красивое звучание. Такое звонко, мелодично, и когда рядом стоишь, такой просто восторг. И тут за 2 часа, 2 или 3 часа, которые провела рядом с ним, я делала зарисовки и вот так вдохновилась, чтобы заказала холст и написала картину. Классно. Вот, да. Вообще, я хочу сделать серию картин, подсмотрена в Питере, будет называться, где будут люди, которые меня вдохновляют. Вот, наверное, тот поток, который идет через них во время творчества, неважно, что это музыка или поэзия или может быть вообще какая-то другая деятельность. И вот, именно вдохновленные людьми, вот какие-то, чтобы картины, такая серия появилась. Ну, классно. Такое питерское явление бутылка фон. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И Андрей доставал из воды до скорей Спаситель погибших людей И Андрей закричал, я покинул причал Следы мне откручат секрет Спаситель ответил Спокойно, Андрей Никакого секрета здесь нет Видел, что на горе возвышается крест Под ним в трясеток солдат Повеси-ка на нем А когда он дарит Возвращайся назад Гулять по воде Гулять по воде Гулять по воде Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы сейчас пошли по аллее с кленами Кленовая аллея Я хочу прям показать Как здесь очень красиво И пока шла еще Подумала Еще один факт Хочу про Питер проговорить Впечатление, которое Осталось от Питера То, что здесь очень чисто Все У нас в Красноярске Вот совсем по-другому Все Знаете, какую чистоту Имею в виду Вот приходим с улицы Обувь чистая Мы, например, прибираем в квартире Нет пыли на подоконниках И в том месте, где мы живем Очень чисто Настолько чисто, что, простите Мы неделю полы не протирали Не мыли И все было очень комфортно В воздухе чисто Скажем Руки чистые Одежда Особенно манжеты на вещах Ну, про обувь я уже сказала Листопад, да Видим-видим листопад То есть, вот это прям Питерца цените Что вот так у вас есть Может быть, благодаря каналам Может быть, благодаря просто Тому, что у вас отопление На газе У нас оно на угле И поэтому грязище Ну, в общем, мне очень понравилось В Питере Я думаю, что мы сюда вернемся еще Как туристами Может быть, через полгодика Хочу рассказать Мы попали в ситуацию Овердрайв Когда авиакомпания Продала билетов больше Чем фактических мест Мы бронировали заранее Рейс из Питера в Красноярск С посадкой в Новосибирске И по факту получилось так Что в Новосибирске Нас не зарегистрировали Не дали посадочные талоны Вернее, их дали без мест В итоге Авиакомпания сильно извинялась Вот хочу просто рассказать Как это все выглядит Нас в Питере Нам в Питере не выдали посадочных мест И сказали В Новосибирске Все будете решать В Новосибирске Сказали, что мест нет Перерегистрируем на ближайший вылет Их компания Ближайший вылет Мы должны были вылететь в 9 часов Ближайший вылет будет в 5 часов В 5-25, по-моему, вполне 6-го По итогу компания в качестве извинения Предложила нам в гостиницу на это время Вот на 8 часов получается Даже не на 8, а на 6 часов Да, предложила нам завтрак, обед И сертификат на 2500 на каждого человека Который можем потратить в этой компании На багаж, на билеты, на полет В течение года Вот такая история Так что На этом, наверное, буду заканчивать Всем пока-пока